Добрый день, сегодня формат будет такой, я пока микрофон у всех, скажем, выключил, сначала будет презентация, Любовь Викторовна все расскажет, а уже в конце поднимите руки, там есть такая реакция, кнопочка, и я дам микрофончик, чтобы у нас такого не было бардака, поэтому давайте выслушаем Любовь Викторовна Засорину и уже вопросы потом, все, Любовь Викторовна, начинаем. Добрый день, ну вот мы с вами начали целую серию презентаций, и первая у нас была презентация с вами по работе сердечно-сосудистой системы, потому что, конечно, это одна из самых важных систем нашего организма, поскольку доставляет кровь и с кровью доставляются все питательные вещества нашим клеткам, ну, в результате чего просто все наши внутренние органы работают, и я хочу, чтобы вы это четко себе понимали, понимали, потому что для того, чтобы говорить о здоровье, для того, чтобы говорить о том, что, значит, вы хотите оставаться красивыми, молодыми и не болеть ничем, для этого у вас должен быть шикарный кровоток, который не прерывается, не уменьшается, который с помощью, который доставляет питательные вещества вашему организму, плюс убирает продукты распада, вот, поэтому это очень важно, мы с вами это, я вам все это рассказала, вот, а сегодня продолжение, это как раз наша кровь, ну, вообще, человек тоже, люди очень сложно представляют себе, что такое кровь, сколько, ну, сколько знает, там, примерно 5 литров, но функцию и как это вообще все работает, тоже очень мало кому известно, поэтому мы начнем, как всегда, значит, сейчас одну секундочку, вот тут у меня это слайд, вот, в нашем организме есть органы, которые употребляют малый кислород, вот почки, смотрите, 40 минут, почему? Они могут обастись без кислорода, без необратимых последствий, это очень хорошо сейчас используется во время забора органов почек, вот, для трансплантации внутренних, для трансплантации почек, если бы почка так не могла держать, значит, сохранять работу, сохранять свои нефроны, нефроны, почки, самые главные клетки, это нефроны, которые фильтруют нашу кровь, то, соответственно, ни о какой пересадке бы речи не шло, потому что почку надо извлечь, ну, и, соответственно, привезти, и пациент уже должен лежать на столе, и больше почка у него тоже начинается ишемия, то есть необратимые, значит, необратимые процессы самих нефронов. Кости вообще два часа без кислорода, но самый чувствительный орган у нас – это мозг. Я вам говорила, что поскольку головной мозг – это самый сложно устроенный орган нашего организма, и у него своя, как сказать вам, система, даже кровотока, отличная от периферической нашей системы, то есть от нашего сердца, от наших сосудов, совершенно по-другому там все происходит. Ну, это мы поговорим, у нас будет большая тема, головной мозг, я там постараюсь вам это попроще рассказать. Поэтому у мозга всего запас от 3 до 5 минут, ну, максимум 7, и затем уже начинают происходить процессы, которые невозможно уже остановить, то есть гибель нейронов, и человек просто память стирается в этот момент. Поэтому вот так важна сама кровь, вот так важен кровоток для того, чтобы мы с вами просто, ну, вот жили, просто жили, просто жили. Значит, вот смотрите, значит, это вы сейчас видите эмбриончик, который находится у мамы в животе. Значит, это третья неделя беременности всего лишь. Эмбриончик, там несколько микрон, но у него уже начинает работать, уже начинает работать сердце. Уже начинает работать сердце. Сердце начинает работать раньше, чем легкие. С 22 дня беременности. А он всего 2 миллиметра. Значит, к моменту рождения, когда ребенок, значит, рождается, делает первый вдох, легкие расправляются, а сердце сделает 50 миллионов ударов за это время. То есть без кровотока, даже внутриутробного, то, что мы говорим, гипоксия, плода, вот это вот все. Вот это и есть все, понимаете. И самое главное, все внутренние органы закладываются, вот именно первые, так же как центральная нервная система, они закладываются в первые 2-3 месяца. И если там происходят какие-то изменения, вот дети рождаются с рожденными патологиями сердца, сосудов и так далее, это все происходит внутриутробно. И, соответственно, конечно, если тяжелые пороки, несовместимые жизни, то, конечно, ребенок может родиться, но гипоксия уже внутриутробная будет и мозга из-за этого, и внутренних органов. Как правило, они, конечно, недоношенные, слабенькие все и так далее. Вот, поэтому сердце, сосуды и кровь – это такой огромный, скажем, такой орган, от которого зависит наше качество жизни. Значит, самое главное у нас с вами, значит, самое главное, нам нужно понимать, как у нас вообще кислород попадает, значит, к нам в наши клетки. И затем углекислый газ, который образуется, как он оттуда забирается и опять попадает в легкие и с помощью легких обогащается кислородом. И вот этот процесс, он идет у нас длиною в жизнь. То есть каждый вдох – это наша жизнь, каждый выдох – это смерть. Ну, считается так, вот как бы, если как, с чем это ассоциировать. Вот, поэтому гемоглобин, который находится в эритроците, вот, значит, это самые главные клетки нашего организма. И вот видите, за одну минуту капля крови совершает, значит, за одну минуту она, капля крови и сердца, которая обогащается кислородом, и потом возвращается в легкие. И вот этот круговорот воды в природе, он существует, пока мы живем. И сердце к 80 годам уже у нас производит более 3 миллиардов ударов. Вот, а крови проходит 210 миллионов литров крови через желудочки сердца. Представляете, какая нагрузка на сердце, на сосуды, на все. Вот, я вам говорила, что сердце у нас в сутки работает 10 часов, 14 отдыхает. Вот, и это продолжается всю жизнь, без остановки. Вот, поэтому любые нарушения, гипертоническая болезнь, гипотоническая болезнь, плохо очень сказываются, потому что, если, предположим, высокое давление у человека, то если за день проходит 7 тонн крови через сердце, да, перекачивается, то представьте, насколько человек, насколько все компенсировано в организме. То есть, если у вас повышается давление, то сосуды расширяются, стараются компенсировать это давление, нормализовать его. Вот, но постепенно, если вы не нормализуете артериальное давление, у нас в сосудах есть рецепторы, барорецепторы, которые могут атрофироваться. И тогда будет стойкая гипертоническая болезнь. То есть, пока организм может, он это все регулирует сам. Вот, когда уже, ну, это быстро происходит, в течение года можно лишиться этих барорецепторов, и потом давление будет только повышаться. Вот, поэтому, когда вы видите, что у вас стало повышаться артериальное давление, вы должны не отмахиваться от этого, а вы должны четко совершенно пойти обследоваться. Мы живем в 21 веке. И после 50 лет практически у всех повышается артериальное давление. Вот, это связано у женщин с климаксом, ну, и потом вредными привычками, и кучу факторов всего происходит. Поэтому самое главное – это сохранять нормальное артериальное давление. Мы живем в современном мире, огромное количество хороших препаратов, с помощью которых можно нормализовывать давление, чтобы оно у вас было где-то 130-140, никто не надо, 110, там ничего этого не надо. 130-140 на 80-85 – это некритичное давление. И гипотоники должны точно так же отслеживать свое давление, потому что низкое артериальное давление, оно тоже приводит к поражению барорецепторов. И ничего хорошего при гипотонии, тоже обкрадывание идет и мозга, и других внутренних органов кислородом и питательными веществами. Поэтому все должны, понимаете, вот если бы каждый человек измерял регулярно, ну, хотя бы утром свое артериальное давление, и, значит, а когда уже стойкая гипертония, то и вечером, и не просто так ориентировался на боль в своей голове, а измерял, потому что у некоторых голова не болит, но давление при этом 220 на 120, и они ходят годами, а потом раз инсульт, ой, а что это у нас инсульт? Понимаете? Вот, а инсульт – это очень плохо. Вот, это гибель нейронов в вашем головном мозге, и практически восстановить функцию нельзя, потому что что умерло, то умерло. А нейроны, они, каждый нейрон практически каждой клетки нашего организма контролируют на секунду. Вот, и поэтому, когда вы шутки-шутите все с гипертонической болезнью, потом давление, значит, сначала давление, потом глаза, потом голова, потом все внутренние органы начинают, сердце болеть, потом сосуды ног и так далее, и так далее, и так далее. Это же целая система. Понимаете? Вот, и поэтому почему-то мужчины делают, женщины сейчас ноги водят машины, смотрят машины, чтобы у них там все хорошо, бензин там подавался, два раза там ТО это делают, и смотрят, чтобы хорошее маслице было в машине, да, а к себе. Понимаете? Поэтому для того, чтобы хорошо себя чувствовать, поскольку вы себя, я вам не устаю повторять, вы знаете себя лучше, все свои привычки знаете лучше, на что вы реагируете, вы знаете лучше, потому что психосоматика здесь тоже играет не последнюю роль, вот, то вам стоит только изменить свой образ жизни, ну, начать спать, засыпать там, предположим, с 10 до 11, да, вам только стоит убрать там соленое, убрать сыр там, колбасы и всякую ерунду, вот, и у вас само давление первое время будет нормализовываться, понимаете? Не надо провоцировать, вы чувствуете, что отекаете, значит, ну, не провоцировайте, не ешьте вот эти продукты, которые приводят к отеку внутреннему, вот, понимаете? То есть берегите себя, такая колоссальная нагрузка на всю систему каждый день, а мы ничего не чувствуем, потому что система так сделана, чтобы мы ничего не чувствовали. Ну, вот, видите, эритроциты какие красивые, и каждый эритроцит внутри содержит гемоглобин. Мы его проверяем, или что же он нам нужен, этот гемоглобин? Значит, у нас есть помимо крови еще есть плазма крови, то есть это отфильтрованная кровь, вот, и плазма, она несет, в ней находятся эритроциты, лейкоциты, тромбоциты, значит, ну, тромбоциты вы все знаете, это то, что образуют тромбики, вот, это не только тромбы, но их очень много образуется каждый день, поскольку мы с вами ходим, двигаемся, и все время, когда при ходьбе вы идете, у вас икры сокращаются для того, чтобы кровь проходила у вас от пяток опять вверх поднималась, вот, и поэтому там образуются микро-такие повреждения интима сосудов от тромбоциты, все это зализывает, поэтому это неплохие. Ребята, они вообще как вместе с холестерином, они зализывают вот эти все микротрещинки, чтобы, не дай бог, у вас там кровотечение не началось или еще что-то такое, вот, и они убирают вот эти вот изменения. И то же самое делает холестерин, то есть я вам уже говорила, что когда холестерин у человека начинает общий повышаться, это говорит о том, что у него идет неспецифическое воспаление, есть какие-то хронические заболевания, плюс поражение интима сосудом, с чем связаны, ну, там много может быть причин. Поэтому, значит, ну, эритроциты, я вам уже сказала, переносят кислород, тромбоциты отвечают за свертываемость крови. Ну, и лейкоциты – это наша иммунная система, они, это вот как раз наша селезенка, вот, но они везде представлены, значит, они тоже контролируют иммунный ответ, убирают стареющие клетки и так далее, и так далее, и так далее. Также в плазмной крови находятся еще все наши гормоны, потому что у нас работает там 1% от тех гормонов, которые у нас синтезирует организм. Тиреоидные гормоны, предположим, там представлены в плазмной крови на 2 недели запас. В общем, плазма крови – это такая жидкость светлая, которая, значит, несет все питательные вещества и головному мозгу, и омываются все наши органы и ткани ей. Вот, поэтому… Ну, вот в одной капле крови 1 мм содержится 5 миллиардов красных кровяных телец, эритроцитов. Да? Вот, вы думали когда-нибудь, что 5 миллиардов, вот вы себе берете, из пальца кровь вам берут, 1 капля – 5 миллиардов. Тромбоциты – 200 миллионов. Лейкоцитов – от 5 до 10 миллионов. И в 6 литрах крови содержится 25 триллионов лейкоцитов и эритроцитов. Это 80% всех клеток нашего организма. Показываю вам, что это такое. Так, а вот… Вот очень интересно по эритроцитам. Эритроциты, они живут 120 дней. Из костного мозга… Почему я говорю, что с возрастом? Костный мозг стареет и превращается из красного мозга в желтый мозг – жировой. Вот, так вот, посмотрите, каждую минуту вашей жизни из костного мозга прибывает 140 миллионов свежих эритроцитов на смену тем, которые умирают. А где они умирают-то? Они в печени погибают. И образуется из них что? Ну, желчь. И тут же 140 миллионов заходит опять в кровь на 3 месяца. Поэтому, когда вы болеете сахарным диабетом или не болеете, но хотите проверить, что у вас там с сахарами, то вы сдаете гликозилированный гемоглобин, и он вам показывает, какой у вас, какой сахар был в течение 3 месяцев. Вот, поэтому в эритроците находится гемоглобин, который содержит железо. Почему это так важно? Потому что чем больше, ну, как бы норма там не бывает больше, каждый эритроцит захватывает железо, сколько ему нужно. Там очень сложный этот идет захват физиологический. И, значит, железо, помимо того, что гемоглобин, значит, содержит железо, железо притягивает кислород, еще на эритроцитах была открыта, значит, система рецепторов к электронам. Вот, и поэтому, когда мы с вами вдыхаем, мы с вами не только кислород дыхаем, у нас еще через, значит, вдох попадает электроны. Эти электроны как раз садятся на наш гемоглобин, эритроцит, на гемоглобин в эритроците, и тоже разносятся по всему организму, и тоже доходят до ассоциатов, которые мы с вами принимаем, когда пьем с салютом. Ну, с салютом мы всем, когда принимаем. Вот, поэтому и эта система тоже закладывается внутриутробно, и закладывается она тоже вот в том промежутке, когда и закладывается сердце, то есть когда там же кровь, оно сердце гоняет. Ну, уже не такую еще кровь, конечно, но все равно кровь, которая тоже приносит питательные вещества, плоду через плаценту. Вот, и так далее, и так далее, и так далее. Вот, и цвет крови у нас от этого зависит. Один эритроцит содержит 280 миллионов молекул гемоглобина, если у вас нормальное железо. Вот видите, какая у нас красивая, вот все, что течет по нашим сосудам. Ну, мы видим просто как красная капелька, тромбоциты, ритроциты и лейкоциты, и плазма крови, вот видите, она такая желтоватая, прозрачная. Вот это все по сосуду, поэтому кровь идет по сосуду, сосуд внутри пленка, слизистая, на ней такой тоже есть защитный слой, и кровь не соприкасается со стенкой сосудов в норме, не соприкасается. Вот, поэтому вот такая у нас красивая кровь, просто как эта. Вот, кровь течет со скоростью 4,7 километра в час. Вот, самый наш маленький орган 50, 50 раз, в общем, ну, в общем, неважно, мозг самый маленький практически у нас орган в нашем организме, а омывает его 14% объема крови. Кислорода он употребляет в сутки 28% от всего кислорода, который потребляет организм. Вот, поэтому, значит, то же самое, когда у вас начинают какие-то проблемы формироваться с легкими, у вас ухудшается доставка, ну, вот курильщики, люди, ну, и просто с возрастом уже происходит уменьшение объема легких. Очень много людей болеют хроническими бронхитами, хроническими пневмониями болели. Очень многие болели и болеют паранхиальной астмой. Но все это с возрастом после 60 лет уже называется все пневмосклероз. Вот, поэтому надо очень сильно беречь свои легкие. И в следующий раз я вам прочитаю лекцию по легким, вот, с учетом еще ковида. Вот, поэтому, значит, то, что кровь с такой вообще-то большой скоростью течет по нашим, но это основные сосуды, это основные сосуды, большие артерии, аорта. Вот, потом они уменьшаются и переходят в капилляры. Вот, поэтому, ну, тоже капилляр тоже сложно устроен, эритроцит проходит. И вот он проходит вот здесь, вот, предположим, это капилляр, он проходит по нему. И 60 раз успевает информационно пообщаться сразу с рядом лежащими, внутри и вне клеточной жидкостью. Понимаете, вот это огромный идет такой обмен информацией и, в общем, убирание токсинов из организма вот с такой скоростью, понимаете, не просто там что-то плывет куда-то к кому-то. Эритроцит, он должен вот так сжаться и залезть в капилляр, оставить кислород, питательные вещества и выйти. И этот процесс идет, представьте, сколько у нас там капилляров, ими два раза можно обмотать земной шар. Это идет у вас постоянно. Вот, так что одновременно во всех капиллярах находится 60 литров жидкости. Ну, так, чтобы вы просто представляли. А в головном мозге кровоток, кровотока нет же, там нет кровотока. Ну, там есть кровоток, но сам мозг, он плавает в ликвардной жидкости, до него кровь не доходит, она отфильтровывается на уровне глиальных оболочек вокруг одного нейрона, там до полутора тысяч глиальных оболочек, которые отфильтровывают кровь. И до мозга до нашего доходит только вот плазма, только плазма. Только плазма. И все, значит, все капилляры в головном мозге у нас, они все содержат плазму крови, не кровь. Вот, и когда вы начинаете там думать или еще что-то делать, вот, то если вы начинаете активно там работать, неважно, значит, что вы начинаете делать, там у вас активируется кровоток. И вот эти капиллярчики, они очень тоненькие, тоньше, чем вот обычные капилляры на периферии, они начинают расширяться. И таким образом плазма приходит в движение и начинает питать вот этот участок мозга. Ну, предположим, вы там бегаете. Вот тот участок мозга, который ответственен за бег, будет хорошо кровоснабжаться. Если вы перестали бегать, сели там, ну, вот сейчас слушаете мою презентацию, значит, у вас что работает? Зрительный анализатор напряженно, уши, да, вы слушаете, сидите. Во времени и пространстве ваш мозг контролирует вместе с вашим, как он называется там? Ой, сейчас скажу. Ладно, сейчас вспомню. Ну, 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 как называется, который у нас контролирует наше движение-то? Ну, здесь находится. Ой, мужичок, мужичок. Каждая клетка в мужичках контролирует определенную двигательную функцию нашего организма. Понимаете? Вот, вот представьте, сколько всего. Вам кажется, вы сидите, Любовь Фикторовна разговаривает, а вы отдыхаете. Ничего подобного. Вот у вас сейчас такая нагрузка идет. И там вот в этих зонах, которые я перечислила, ну, еще и много других, конечно, вот, у вас работает, значит, начинают работать нейроны, получают информацию, обрабатывают ее, от одного нейрона отходит у нас до миллиона акционов иногда, отростков, которые связываются с рядом лежащими нейронами. Чтобы вы что-то понимали, и потом, как бы у вас это осталось в памяти, вот сейчас такой идет активный процесс в головном мозге. Вот, поэтому это вот такая вот интересная штука. Наш головной мозг, ну, и вообще, как он работает, это самое интересное, потому что, пока он работает, мы с вами и живем. Это нужно понимать, поэтому надо его кормить, болеть, холить, лелеять, не повышать ему давление, не снижать сахара. Только я вам раз говорила, сахар у вас норма, ваш возраст. И самое страшное для мозга, это когда вы снижаете количество сахара. Там вам 75 лет, вы приходите в поликлинику, вы сдаете кровь, и вам говорят, ой, а у вас сахар 6 с половиной. Сажают вас на диету и еще, блин, таблетку какую-нибудь рот вам дают. Вот, и вы снижаете сахар до 4, и вдруг у вас зрение ухудшается, и вдруг у вас слабость появляется, вдруг у вас еще что-то появляется. А потому что мозг в день съедает 125 грамм углеводов. Понимаете, вот в чем, вот что капля, это можно сказать не капля крови, а капля жизни нашей, понимаете. Вот, поэтому всех призываю очень внимательно относиться к своему здоровью. И основные функции организма надо контролировать. Давление и сахар. Вот, и никогда, когда вам после еды у вас сахара должен быть 9, вы там сейчас все пашите на этих огородах, на своих, вы должны каждый час останавливаться, съедать ягоды, которые у вас там растут. Вот, по стаканчику, можно по 2, если диабета нету, очень полезно. Вот, а не консервировать все впрок. Вот, надо что-то и свежее есть. Вот, поэтому для того, чтобы постоянный был, потому что вы, даже если у вас нет сахарного диабета, но вам 70 там с лишним лет, вы за день все, что вы съедаете, у вас в печени сгорает на физическую работу. А ночью можете гипануть из-за того, что у вас не будет гликогена в печени в 3 утра. И утром встанете с головной болью, там вообще с ухудшением зрения и так далее, и так далее, слабостью, а надо сахар мерить, просто понимаете. Вот. Ну так, ладно, опять я своим любимым сахарным диабетом, значит, увлеклась. Ну вот у нас еще есть такие разные сердца. Женское сердце у нас, конечно, потому что у нас с вами, ну, во-первых, мы начинаем позже созревать, чем мужчины. У нас с вами цикл начинается там, ну, 11, 12, там, 13, 14 лет. А у мужчин половые гормоны, они немножечко пораньше все это начинает работать. И поэтому у мужчин это более нежная система. А мы с вами защищены циклом плюс рождением детей. Но с другой стороны, из-за того, что у женщин вот эта циклическая жизнь наступает после 11 лет, то есть менструальный цикл гормоны пробуждают в головном мозге некоторые центры, которые перед менструацией, особенно предменструальный синдром сейчас стал очень такой, ну, многие жалуются, да, на него. Но вот это все гормоны делают. И у женщин, конечно, они не такие уравновешенные, как мужчинам из-за этого. Но себя все равно надо, вот эту агрессивность, ее нужно, когда вы знаете о ней, конечно, не нужно расслабляться, не нужно вот это все выбрасывать на окружающих, потому что первое, что вы наносите урон сами себе. Вот. И сосудом своим, и сердцем своему, ну, и вообще всей системе в целом. Тоже надо об этом знать. Ну, и уже потом, когда наступает климакс, там уже идет другое совершенно, уходит эстроген, наши половые гормоны. И у нас начинаются только в основном в этом возрасте у нас начинаются уже изменения и в сосудах, и в сердце. Но это уже связано с уходом активных эстрогенов. Вот. Поэтому у нас с вами это попозже. А у мужчин, у мужчин, у них сердце совершенно другое. И поэтому мужчины должны, конечно, ну, тоже они в основном 80% там, мужчин переживают все внутри. Считается, что это мужественно, не надо никому ничего. Вот. И, конечно, стрессовый фактор, он самый такой неблагоприятный в плане развития инфарктов, ранних инсультов. Ну, у мужчин там тоже и климакс бывает. То есть мужчины, если хорошая у вас мама, жена, то они всегда ухаживают и правильно кормят, и берегут мужчин, потому что они, конечно, мальчики. Как говорится, воспитать одного мальчика – это все равно, что воспитать трех девочек. Вот. Поэтому надо мужчин беречь. Вот. И самое главное – правильно кормить, чтобы тоже был образ жизни. Поэтому приучайте своих детей с детства правильно питаться, заниматься спортом, тренировать свой мозг, то есть учиться, вот, значит, вкладывать в ребенка нужно это все. И потому что дети бессознательно до семи лет все записывает, мозг все записывает. У них образуется такое количество связей в головном мозге. И если вы ребенка не научите всему до семи лет, как себя в социуме вести, потом ничему не научите. Это все закреплено на бессознательном уровне. Вот. Поэтому мальчиков надо правильно, и девочек надо правильно воспитывать, чтобы они знали правила поведения, ухаживали уже за собой с этого возраста. Мне сейчас внучка говорит, бабушка, мы химическую еду не едим. Я говорю правильно, мы химическую еду не едим. Понимаете? Вот сейчас уже современные сады, и там им биологию вот так вот преподносят. Понимаете? Вот это вот вредно для здоровья. Вот. Это вот с такого возраста. Понимаете? Конечно, когда человек этого ничего не знал до 40, до 50 лет, уже трудно как бы все это соблюдать, потому что привычка вторая натура становится. Но все равно, понимаете, старайтесь хотя бы внукам все это. Нельзя детей водить в Макдональдсе, поэтому нельзя вот эту гадость. Вообще ребятам молодым тоже все это ничего нельзя есть вообще. Понимаете? Там же нету мяса. Там непонятно, какой хлеб. Вам Ирина Петрова вчера читала презентацию по микрофлоре. Понимаете? То есть, ну, срываете компенсаторные возможности, а там на чипсы эти. Надо детям все это объяснять, что это вообще все, что в магазинах, в упаковках, ничего не покупается. Я понимаю, что сейчас неохота никому готовить, но пока ребенка хоть растите, приучите его хорошо питаться. Не в Макдональдс, лучше зайти где-нибудь салат, наверное, съесть. Вот, понимаете? То есть, конечно, сейчас беда просто. Вот я вам хочу сказать, что сейчас просто беда по питанию. Мы не знаем, что мы не едим. Вот я вам хочу сказать, вот очень опасно, очень опасно. Поэтому, конечно, вот наши препараты, наши препараты, которые мы с вами употребляем, это просто подарок судьбы. Вот реликтум, салютум, вот это все печень, почки. Мы просто, понимаете, самое главное, вот я сейчас так читаю, слушаю очень много всего. Видите, самое главное, выводить быстро из организма. Сегодня попало, утром уже его вылило ваш кишечник. Микрофлора съедает же все. Полтора килограмма микрофлоры, и она съедает все. Все токсины, все, что попадает в наш организм, гибнет, но при этом вырабатывает витамины. Поэтому микрофлора – это основной источник, который в организме в нашем вырабатывает витамины. И если мы с вами каждый день пьем реликтум, я, кстати, доделала прививку, официально дали этот, ну вот этот вот код там, в общем, все. Вот, скажу, что непростая штука, вторая была у меня, да, реакция у меня была на нее, ну, местная, местная, температура 36 была и 0, но вот местная меня, конечно, колбасила. Вот, мне даже немножко это место отекло. Ну, я считаю, что это хорошо, потому что была реакция, значит, иммунная система там с кем-то воевала все это время. Но реликтум я, реликтум салютом, и да, вот, хорошо все это прошло. Вот, поэтому я вам хочу сказать, пожалуйста, очень внимательно, очень внимательно относитесь к тому, что вы кладете себе в рот, вот, и запивайте после еды все хотя бы глотком реликтума, чтобы у вас все это в организме быстро нейтрализовывалось, быстро. Вот, поэтому, конечно, вот, мужчины, они тоже должны быть приучены. Ну, я понимаю, там, раз, если вы поехали там на шашлыки, там, с каких-то колбасок себе пожарили, конечно, не сосисик, вот, и съели, ничего с вами не будет, печень иногда требует гадости какой-нибудь, вот, но все равно алкоголь, курение, тоже, это все должно быть правильно, самое главное, питься и естся. Ну, вот, я вам уже говорила, что первая порция еды, которую вы утром едите, неважно какую, из нее образуется алкоголь и глюкоза, только так мозг узнает в печени, что вы позавтракали, вот, поэтому любая пища превращается в алкоголь и глюкозу, потому что глюкоза, это самое, она окисляется кислородом, окисляется кислородом и образуется огромное из нее количество килокалорий, 7000, даже больше, что-то больше, с одного грамма глюкозы образуется, ну, потом я вам скажу, 7, не то миллионов килокалорий, ну, такая огромная цифра совершенно при окислении глюкозы в мозге, там не сама глюкоза работает, а вот это вот вещество, которое кислород окисляет, почему кислорода на 28% на мозг для того, чтобы он работал, вот, потому что это все потом запускается и мозг сам синтезирует белки, которые ему нужны для работы, такие белки, такие уникальные, которые мы с вами не можем, ну, как бы, организм не может их синтезировать, только в головном мозге они синтезируются, поэтому тоже всем людям нужно, пожилым и молодым, им нужно правильно питаться, особенно пожилым, чем человек становится старше, тем питание должно быть все более и более разнообразное для того, чтобы поступал в мозг вот этот белок, из которого будут синтезироваться уже белки мозга, из которых он не может работать, ну, вот, так что вот видите, сколько всего кажется капля крови, а на самом деле это капля жизни нашей, да, вот, и вот, особенно вот такие мужчины по типу яблочко, вот, вот это пивные животики, гамбургеры, чизбургеры и всякая дрянь, которая попадает, представляете, какой, при таком весе 300 килограмм, мозг сколько весит, да, 1,5 от веса, видите, у нее 1,10, там 1,0, 0,5 от такого, от, от такого объема, значит, в организме веса, вот, поэтому вот так вот, даже вот, предположим, как они называются, там, киты, они огромные, у них мозг огромный, до 16 килограмм, но он обслуживает в основном только мышечную массу, чтобы он мог плавать, вот, чтобы все, такую тушу, вот, поэтому у таких людей тоже такой вес обслуживается все равно, конечно, но ужас, конечно, не дай бог, и вот еще одна есть такая сейчас современная проблема, ну, вот смотрите, какое сердце, вот здоровое сердце вы видите, а вот ожирение сердца, представьте, оно все в жиру, просто все в жиру, идет отложение жиров, и, соответственно, уменьшается объем левого желудочка, выброс ухудшается, вот у этих людей разрастание идет сосудов, там, кажется, на, я не помню, на 3 килограмма жира появляется дополнительно несколько метров сосудов, понимаете, дополнительно сердце должно перекачивать через этот жир кровь, представьте, почему сердце такое здоровое становится, оно должно перекачивать эту кровь, вот, и в результате там тромбозы образуются, но очень лучше не думать об этом, вот, и здесь вегетарианское сердце, почему, ну, сейчас многие люди, как бы считают, что они, значит, что вегетарианская пища, она очень полезна, но на самом деле, значит, это практически они едят очень много углеводов, ну, каши они едят, там, всякие вот эти вот вещи, там, да, вот, а салат с растительным маслом и кусочком постной индейки ни в какую, вот, значит, и что у них возникает, уже сейчас доказано, что в течение года у них возникает железодефицитная немия, то есть у них начинается гипоксия во всех внутренних органах, я вам сказала, что в эритроците находится, значит, железо, и оно улавливает огромное количество, значит, переносит кислород и отвечает за накопление электронов еще, вот, что-то у меня длилось слизиться просто, ну, ладно, вот, значит, и, соответственно, у них плохо начинает сасывание железа происходить, поэтому у них начинается гипоксия во всех внутренних органах, недостаточность кислорода, дальше они исключают молочные продукты, яйца, витамин 12, В 12 синтезируется у нас переход желудка в 12-перстную кишку, вот, это, значит, тоже витамин В 12, у нас бывает железодефицитная анемия, но бывает и В 12 дефицитная анемия, у них и такая, и такая развивается, вот, чем это для них заканчивается, ой, извиняюсь, к чему это, значит, замедляется регенерация эритроцитов, костный мозг замедляет, значит, выработку эритроцитов, вот, и они, значит, еще, самое главное, их должно выбрасываться, 140 миллионов, начинает меньше, значит, выбрасываться, это, что опять, гипоксия, недостаточно кислорода, питательных веществ нашим внутренним органам, ну, и В 12 этот витамин, он еще очень нужен для центральной нервной системы, и, как правило, у них они постепенно начинают жаловаться на неприятные ощущения в ногах, вот, это нейропатия, как у алкоголиков, и людей, страдающих с сахарным диабетом, ну, ничего хорошего, вот, значит, мышечную массу теряют, ну, и самый главный мозг, а поскольку мозг, это очень сложная машина наша, очень сложная машина, сразу ухудшение краткосрочной памяти нельзя заметить, но нейроны у них начинают постепенно тоже умирать, у нас мозг формируется до 30 лет, до 30 лет у человека формируется только мозг, значит, после 30 считается, что самое благоприятное время, когда мозг практически не теряет нейроны, у них теряет, вот, потому что у них белковая, жировая и там всякая недостаточность, вот, развивается у этих вегетарианцев, вот, и, соответственно, через 20 лет, вот, они там в 30 начали, в 20 лет, у них уже начинает заметно окружающим, что у них уже не все хорошо с памятью, вот, ну, и они сами начинают это все, ну, может быть, они не замечают это, но окружающим это очень становится видно, и вернуть ничего нельзя, поэтому детей нельзя, чтобы детей, особенно внутриутробно, когда идет закладка всех внутренних органов, а мама соблюдает вегетарианские всякие эти правила свои, она должна понимать, что не ребенок не будет знать математики, это в лучшем случае, потому что закладка центральной нервной системы идет в первые тоже 20, там, первые два месяца, все, что заложилось, то и родится, поэтому очень, значит, вот эти все вегетарианцы, но они своей жизнью могут делать все, что угодно, но когда женщина хочет иметь ребенка, она должна его внутриутробно очень хорошо кормить и себя, и его, для того, чтобы родился здоровый младенец, мне кажется, это самое главное, поэтому вегетарианство очень опасно для здоровья, и я еще говорила, что вегетарианцами в основном становятся люди ваты по аюрведе, они худенькие, у нас это эти, астеники, они худенькие, у них тонкие кости, у них тонкая кожа, у них очень мало мышечной массы, едят они как птички, потому что у них нету практически уже в молодом возрасте нормального синтеза соляной кислоты, им, конечно, мясо тяжело жевать, поэтому они, наверное, вегетарианцами становятся, а если человек имеет хорошую массу, у него нормально работает желудок, и он перестает есть мясо, то он тогда соляная кислота, почему мы едим мясо, только хорошо гасится соляная кислота мясом, белком, потому что переваривание белка идет в желудке от 3 до 6 часов, и все это время вырабатывается соляная кислота, мясо разбухает, и потом переваривается и попадает в 12-перстную кишку, и в 12-перстной кишке практически уже не попадает соляная кислота, она вся в этом мясе, и тогда желчь может нейтрализовать эту соляную кислоту в 12-перстной кишке, если этого не произойдет, если здоровый мужик и женщина начинает есть одну траву без белка, то у них соляная кислота сначала язву 12-перстной вызовет, а потом язвенное поражение кишечника, вот, поэтому если у вас хорошее телосложение, если вы не вата, и у вас все нормально с синтезом соляной кислоты, не убивайте свое здоровье, не убивайте, питайтесь правильно, не надо, если вас никто не заставляет килограмм есть это мясо, птицу, рыбу, там все надо разнообразно, вот, но вот это вегетарианство для нашей зоны, это вообще-то, это в Индии, там где они там лежат под пальмами, едят там все, вот, а у нас совершенно другой климат, у нас никогда никто не был вегетарианцами, берегите свое здоровье, его не вернешь, понимаете, люди в какой-то иллюзии живут, что можно вернуть здоровье, нельзя, клетки погибли давно, вот, так что, так вот, чтобы вы понимали, что капля крови равно капля вашей жизни, и в ней все есть, и должно быть для клеток, потому что они все работают, а вы хотите за то, что клетки вам работают ваши, в вашем организме на 100 баллов синтезируют белки, углеводы, ферменты, а вы их хотите вместо того, чтобы накормить то, что им нужны энергетические углеводы, жиры и белки, вы им хотите водичку дистиллированную дать, да, ну и что, ну поработают они немножко на резервах, которые у вас есть в организме, а потом что, надо все это представлять, и у пожилых людей все то же самое, у вас мало, ограничения уже идут, понимаете, уже ограничения идут, и вы тоже должны, самое главное, наши препараты будут еще 10 раз лучше работать, если будут люди правильно питаться, понимаете, не надо много, не надо кастрюлями все есть, но надо разнообразно, вот, не макароны с сосисками, одно и то же каждый день, а курочку, индюшечку, овощи, фрукты, понемножку, не надо килограммами все есть, никто вас это не заставляет делать, вот, ну вот как-то так, как-то так, значит, на следующей неделе мы с вами разберем легкие, да, вот, ну давайте вопросы, Андрюша, давай, да, да, у кого есть вопросы, поднимайте руки, пожалуйста, там есть такая кнопочка реакция, кто не знает, нажмите на эту кнопочку и нажмите на поднять руку, я увижу и дам вам возможность включить микрофон, у кого нет возможности включить микрофон, можете написать в чате свой вопрос, я его прочитаю, давайте поактивнее, находим кнопочку, пока есть такая возможность задать любой вопрос, Любовь Викторовна, это бывает, можете не обязательно по этой теме, вообще по любой, что вас волнует в этой жизни, о продуктах, Ириша, задай какой-нибудь вопрос, Ириша, ну что, девушки, давайте, задавайте, сейчас ждем, ждем еще полминуточки, минутку, так, так, всем привет, ну такой вопрос, опять же, про молочное питание, молочными продуктами, питание, как отображается на капле крови, молоко, творог, сметана, ну, вы знаете, кисломолочные продукты, я поняла, вы знаете, просто у всех желудочно-кишечный тракт, он у всех разный, есть люди, которые после года жизни не переносят молоко, они все это знают прекрасно, вот, но поскольку сейчас у нас молочные продукты в магазинах все-таки пастеризованное молоко, вот, то есть прошедшее обработку, то, в принципе, после уже там 20 лет такого, такой потребности нету в молоке, потому что все-таки это сыворотка, мы не знаем, чем кормили этих коров, что там попадает в эти во все вещи, то есть там гормоны могут попадать, мужчинам не очень это рекомендуют уже молоко после 40 лет, вот, в плане профилактики рака предстательной железы, вот, у женщин то же самое в плане рака молочной железы, поэтому с молоком, да и зачем нам там после 30-40 лет это молоко, ну, вы можете его добавить, конечно, в кофе или в чай, ну, а так, в принципе, ничего с вами не будет, если вы его не будете пить, я вот сейчас не покупаю никакое молоко, вот, значит, творог, ну, творог, понимаете, в магазине, я тоже не знаю, не могу ничего комментировать, но, если вы хотите, вы можете раз в неделю, я говорю про наш уже возраст, не про там, не детский сад, вот, значит, вы можете купить себе хорошего творога, настоящего на рынке, съесть его за два дня, за субботу, воскресенье, вот, масло сливочное, да, хорошее надо, или топленое масло, обязательно, это витамин А, он у нас в организме не синтезируется, и поэтому нужно, конечно же, топленое масло, хорошее, или сливочное, обязательно, для слизистых оболочек, это очень важно, сало, сразу просто, чтобы не забыть, здесь проводили клинические исследования, значит, кормили людей салом и растительным маслом, ну, настоящим, только настоящим, натуральным, нефильтрованным этим маслом, вот, значит, и давали омегу-3, оказалось, что, значит, от сала и вот масло, хорошее наше, оно улучшает работу гематоэнцефалического барьера, который защищает наш мозг от нашей иммунной системы, а те, которые пили вот эти капсулы всякие с омегой-3, показали, что, к сожалению, он становится более проницательным, гематоэнцефалический барьер, а что значит такое повышение проницаемости гематоэнцефалического барьера, а это у вас мозг может залетить все что угодно, которое не должно было туда попасть, вот поэтому, я, ну, просто как бы, чтобы не забыть, сало не забывайте, почихонечку, пожалуйста, кушайте, вот, никого не слушайте, очень полезные, насыщенные жирные кислоты, которые полностью перевариваются в нашем организме, вот, и таким образом сметана, ну, тоже, вы знаете, вот, обезжиренный продукт вообще не надо есть, вот, и поэтому сметана, сейчас лето, тоже на рынке купите себе и в салат, значит, в плане йогуртов, особенно жидких, там нет молочных продуктов, и сейчас не рекомендуют есть никакие йогурты, очень опасно, ну, вот я греческий только себе покупаю, там уже видно, что это, вот такая баночка стоит 60 рублей, вот иногда я его покупаю с салатом, вот, а так кефиром, сейчас с салатом все делаю с кефиром, вот, поэтому с йогуртами очень аккуратно, потому что там крахмал и всевозможные красители, вот, которые моделируют там этот вкус, поэтому не советую, вот, очень аккуратно относитесь к молочным продуктам, особенно обработанным, а кефирчик хороший, ацидофилинчик, сейчас появились у нас вот эти вот продукты, как они, фермерские, я брала хорошие вещи, тоже салатик, огурчики, помидорчики и сверху кефирчик, или вот это, и жирность низкая, и вкусно очень, кефир надо, потому что там написано, все равно там кефир без закваски не сделаешь, вот, и поэтому это очень хорошо, это для, там нету сыворотки, вот, сыворотку все убрали, и там как раз находится то, что полезно, там кайфси, там все вот это полезное, плюс микро, хоть какие-то микробы есть, вот, которые попадут к нам в организм, ну, дойдут они до толстого кишечника, или нет, это вопрос, но не важно, вот, поэтому я считаю, что вот безопасно, самое безопасное, это кефир, вот я его только и пью, ну, не пью, я вот салат с ним делаю, вот так вот. Спасибо, Льва Фикторовна, за вам промолочные продукты. Еще такой вопрос, мы перешли на питание, на чем жарить, если хочется жареную котлету, или жареный кусок мяса, на чем лучше жарить? На растительном масле нельзя, которое, которое, вот это, алипатитированное. Да, да. Ну, зачем? Есть оливковое масло, которое там написано специально для салатов, а другое для жарки, или топленое масло, вот это, как оно называется, коровье, вот это масло топленое, оно очень полезно, там тоже уже все ушло, и в принципе, оно, ну, надо просто температурный режим соблюдать, чтобы не горело ничего, мясо надо замариновать там, предположим, оно уже почти готово, и быстренько с двух сторон, можно слегка потушить, вот, я в основном делаю так вот, немножко оливкового масла, индюшку я сейчас не ем, говядину, что-то не идет, вот, и потом под крышечку и все, там можно с помидорчиками, там с какими-нибудь овощами потушить, и очень вкусно, пожалуйста, ничего страшного. спасибо. А тут у меня вот доктор, доктор одна говорит, она предлагает взять кусок сала, растопить его, вылить в банку, поставить в холодильник, когда остынет, и там получается вот этот растопленный жир, и на нем жарить. Ну, можно и так, просто еще сейчас надо еще найти хорошее сало, вот, поэтому как бы, а топленое масло, оно в принципе более такое безопасное, сейчас потому, что вот тоже надо сало просто найти еще хорошее, у своих брать тоже, понимаете, сейчас вся проблема в том, что сало-то может и много, но не все в рот можно тоже брать, чем кормили этих животных, и все идет в сало, ведь жир накапливает все, поэтому вы тоже так к этому подходите, а топленое масло, оно уже в два раза дороже, вот, и там ложечку надо, вот, и как бы все нормально будет, а вот так сало топить, ну, можно, но я вообще как-то не очень, сало лучше кусочек съесть прям. Суббитарна, вопрос здесь от Людмилы Бахаревой, есть ли сахар 4,5, как поднять? Возраст какой? Возраст, да, Людмилы, вы возраст не написали, ну, я так понимаю, больше 60. 4,5 утром? Там разница была. Утром 4,5? Пока не отвечает, просто написано вопрос, если сахар. Это очень низкий сахар, конечно, 4,5, это говорит о том, что или был ранний ужин, значит, и был он какой-то не очень, или она там, ну, не знаю, это зависит, это очень сложно, так сказать, чем его поднять, поднять только, в зависимости от того, что она есть, должна добавлять углеводы в пищу, если она, опять же, сейчас все на дачах, и вот пашут там, как негры, вот, то с каждой час надо обязательно что-то есть, вот, просто в печени нету гликогена, и в 3 часа ночи у вас инсулин выбрасывается, а гликогена в печени мало, и поэтому инсулин просто нормализует сахар, загоняет глюкозу вместе с собой в печенку, и у вас, вы утром просыпаетесь, у вас низкий сахар, 4,5, это низковато для мозга, вот, и поэтому может быть слабость, и так далее, и так далее. Но перед днем у нее такой сахар, ей 74 года. Нет, ну вот днем у нее такой сахар, значит, она должна купить глюкометр, это плохая печень, понимаете, значит, она должна купить глюкометр, и утром измерить сахар, и через 2 часа тоже измерить сахар, в этом возрасте уже плохо, очень все всасывается, поэтому они не могут много есть, понимаете, она раньше съедала, там, 2 стакана каши овсяной, а сейчас может съесть 5 ложек, к этой каши всего лишь навсего, в эту кашу надо добавить, предположим, в любую кашу, особенно когда низкий сахар, нужно добавить сливочного масла, нужно добавить этих сухофруктов, вот, понимаете, метка немножко, а где взять организм, углеводы, негде, вот, она съест эту, значит, там, свои 5 ложек этого, как он называется, этой каши, вот, а через, и там, начинает там убираться, то есть все, опять, а мышцы-то тоже едят, вы не забывайте, у вас мышечная масса, это самый большой орган, который перекачивает кровь в организме, и, соответственно, она позавтракала эту кашу, потом через час она должна съесть там бутерброд с чаем, выпить вот с маслом, тоже сладкую надо там, или шоколадную конфетку, вот так вот надо кушать, значит, три, значит, получается 9 раз в день, по чуть-чуть, и тогда супы себе варить, я вам всегда говорю, варите супы, потому что в вашем возрасте уже уходит соляная кислота, и у вас уже обрабатывается, пища совершенно по-другому, вы съели, вам кажется, вы много съели, объелись, а у вас 20 процентов, дай Боже, из этого всего всосалось, вот в чем проблема, ферменты уже не те, и поэтому, когда вы реликтум наш пьете печень, вот желчные протоки, поджелудочную, хотя бы ферменты, чтобы вырабатывались, кто будет переваривать ее всю, эту пищу, вот, поэтому ешьте сладкое, шоколадки, вот кому-то нельзя, а у вас прям идеальный вариант, шоколад, я воспользуюсь вопросом, мне как раз товарищ пишет, Сергею 50 лет, 5 лет назад у него был инсульт, то есть у него левая сторона практически вся парализованная, то есть у него чуть-чуть рука так двигается, ногу он волочит, 5 лет назад, да, был инсульт, 45 получается, он это, приехал на работу, я знаю ситуацию, он приехал, говорит, что-то плохо, голова кружится, ишемический был, ишемический, наверное, я в этом мало разбираюсь, то есть, ну вот он меня сейчас спрашивает, что мне принимать, и поможет ли что-нибудь, вот такой вопрос, вы знаете, время, конечно, очень много ушло, вот, потому что 5 лет, это все-таки, если он не разработался, за 5 лет, вот, но попытка не пытка, все равно давление он держит, то есть он должен держать давление свое, чтобы оно у него не повышалось, и, значит, церебрум, хотя бы, ну вот наш обычный церебрум, хотя бы, значит, 3-4 раза в день, причем, он обязательно должен заниматься реабилитацией, значит, да, он ездит в санаторий каждый раз в два года, ну, ну, что там ездить, там надо брать с собой наши препараты, вот церебрум и все, оксинорм, потом, значит, сердце, сосуды обязательно, вот, и с ними ездить на реабилитацию, и дома постоянно заниматься этой реабилитацией, потому что после инсульта в головном мозге вырастают дополнительные, скажем так, эти сосуды, и если они, почему, потому что если, что такое инсульт, это прекращение поступления кислорода и питательных веществ нейронам, вот, и если вы занимаетесь восстановительными делами сразу после инсульта, то у вас эта зона уменьшается, поражение нейронов, и не расползается дальше, а у него, не знаю, чем он там занимался пять лет, но у него ничего положительной динамики не было за это время, вот, поэтому вот так ему и скажите, что если вот он будет, там, предположим, и там вот запоминать, он там, наверное, один, там, женой или с кем-то, женой, да, чтобы она запоминала, что ему там делали, и все это еще делать дома и нашими препаратами, ну, хотя бы месяцев шесть, вдруг отрогнет, просто вдруг, но вот был у нас же такой, сейчас он есть, ему там 30 с чем-то лет, после травмы, когда он там был овощем, вот, он сейчас и ходит, и, в принципе, и спортом занимается, и всем, то есть ему надо больше заниматься, заниматься, и для того, чтобы мозг, потому что мозг не может, у него две трети мозга, у нас это центры, которые отвечают за движение, понимаете, а у него поражение как раз в этой зоне, которая отвечает за движение, поэтому, ну, как будет восстанавливаться функция, если он не будет работать, и плюс церебром, церебром, ну, там все церебромы наши, оксинормы, вот, и сердце и сосуды, чтобы хоть там как-то, пока салютом мы оставим, я не знаю, какое там у него, какое давление, и идеальное давление, 140, не больше, 130, 140, на 80, чтобы кровоток был правильный в головном мозге, там другой кровоток, не такой, как в руке, в ноге, вот, и правильное питание, самое главное правильное питание, про то, что я сегодня говорила, что небольшими порциями, но разнообразное. Хорошо, спасибо, я тоже воспользовался вопросом, хорошо, да, давайте, я микрофон и включил всем, давайте еще есть парень. Давайте, девочки, давайте, спрашивайте, много же проблем у людей, надо правильно все им говорить, ну, что там сегодня, не хотят разговаривать? Добрый день. Добрый. Это Алимай, город Космар. Слушай, ага. Да, слышно, да, меня? Да, да, я слышу прекрасно все, ага. Расклероз, аорты, вот, ты такой диагноз поставили, там уже, ко мне, ну, он уже лет, да. Вот, я сказала, 54 года у меня. 54? Да. Полный. Ну, я поняла, а давление какое у вас артериальное? Давление у меня было до этого, до 160 подымалось, сейчас в последнее время, я так употребляю, раньше я от других компаний, до сегодняшнего дня, сейчас я употребляю Церебрум-5, и после этого у меня сейчас перестала болеть голова. Ой, еще 4-очку прибавьте, не только Церебрум-5, вам вообще и Церебрум надо, и Церебрум-4, и Церебрум-5, очень хорошо, потому что у вас гипертоническая болезнь, значит, давнишняя, с какого возраста? Ну, я вам скажу, где-то ближе к 30, у меня уже началось того. ну да, ну, значит, атеросклероз, он уступает у всех, к сожалению, вот, это просто физиологически, не надо на это обращать внимание, потому что, ну, это у всех просто, если каждый, меня проверить, любого человека, после 5 лет проверить, у всех уже будет началь, они ставят атеросклероз аорты, но аорты, это самый большой сосуд, самый большой сосуд, который у нас выходит вот здесь вот, где сердце, поэтому для нее это не смертельно для аорты, вот, если вы будете сохранять давление, ну, вам, конечно, надо печень пить и почки обязательно, потому что при гипертонической болезни и глаза посмотреть у окулистов, или просто капать наш визум, потому что при... Да, да, просто с таким стажем уже есть изменения в сосудах мозга, соответственно, сетчатка, вот, поэтому вы обязательно вот это все делаете, ну, и правильное питание, про которое я всегда говорю, Ирина Петровна, это тоже вам подходит, самое главное, кальций никакой не пить, вы понимаете, лишний, а то все ходили по этим компаниям, пили этот кальций горстями, вот, лучше витамин, проверьте, если он у вас низкий, лучше витамин, это и пропить. А я вопросу, омегу можно мне пропивать? Зачем? Не надо, да, вообще? Дело в том, что по себе заболевание, это расклерозаорда, что он из себя представляет, тут мне, знаете, почему, когда вот у меня, я, у меня была боль сильная в плечах, и вот постоянно вот сердце такое, знаете, не то, что такая прям боль, но я чувствовала все время, как будто сердце тянет. Это и шею называется, это и шею называется, они не имеют отношения к аортии никакого, вы ничего не чувствуете, понимаете, это УЗИ просто показывает, уплотнение стенки, понимаете, вот стенка, она должна быть у вас там 3 миллиметра, она у вас 5 миллиметров, вот это разрастание, как бы интимы, вот это вам и пишут, понимаете, а как оттуда кровь у вас каждый день проходит, 7 тонн вы не чувствуете, так она и проходит, а то, что вы говорите, что какие-то неприятные ощущения, это просто у вас было давление высокое, долго не компенсировано, и у вас еще присоединяется легочная небольшая такая гипертензия, понимаете, вот вы это и чувствовали, правый желудочек, совершенно другое все, поэтому вам надо следить за давлением, вы молодая женщина, следить за давлением, чтобы оно было идеально, правильно питаться, принимать наши препараты, вот, особенно почки, еще подсоедините с печенью, потому что они тоже там не очень хорошо реагируют на высокое давление, вот, и все у вас постепенно, у вас регенерация, наши препараты запускают регенерацию интимы сосудов, вот, и поэтому у вас этот процесс может затормозиться просто, вот и все. Спасибо большое. Да, 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 не перегружаться, самое главное, не перегружаться. Употребляю коронар, да, соедините ткань, ангел, да, отлично, печень, печень у меня идет, детокс, я сама себе такое назначение сделала. Нет, ну, почки еще не забудьте, почки не забудьте, потому что детокс, это хорошо, значит, ну, и реликтум потом тоже, потому что вам нужно просто, вот, ну, как бы выводить побыстрее из организма все продукты распада, чтобы у вас там ничего не накапливалось. Чистить ничего нельзя, вот выводить можно. Любовь, сейчас еще один вопрос будет. Чем можно восстановить сужение пищевода, тязву пищевода и желудка из наших продуктов, мужчине 54 года? Восстановить. Ну, вы знаете, я скажу так, что это у него тяжелое заболевание, вот, которое у него всю жизнь, поэтому здесь идет речь сразу о питании, потому что это называется рефлекс изофагит, и язвенная болезнь желудка, это у него, значит, повышенная кислотность, он, наверное, всю жизнь там лечится антоцидными препаратами, вот, но рефлекс все равно, это все связано, поэтому надо прислать нам анализы, особенно, значит, УЗИ брюшной полости, посмотреть, что там с желчным пузырем и с печенью, потом поджелудочную железу, часто у них очень панкреатиты присоединяются, то есть это уже, знаете, болезнь в течение, там, я не знаю, сколько человеку лет, но это болезнь, это болезнь начинается с детства все это, сейчас у него уже как финал такой идет, ну, как финал, просто уже хроническое развитие ситуации, и эрозия пищевода, это ничего хорошего, и вообще язва желудка, это тоже ничего хорошего, поэтому ему нужно, если он каждый год делает гастроскопии, сделать один раз рентген желудка, но самое главное, ему нужно правильно питаться, поэтому пускай присылают все выписки, я так не могу ничего обещать, что он там пьет, какие лекарства принимает, вот, как он питается, ему практически надо питаться просто суп-пюре, и котлеты, то есть очень аккуратно, там никакого белого, никакого серого хлеба, в общем, там специальная диета, там практически супы, пюре и слизистые, вот, и все это должно быть обработано, он ничего не может есть в сыром виде, вообще ничего, потому что это очень опасно, из наших продуктов, ему нужно, конечно, с салютом сразу, прям, для профилактики онкологии, честно могу сказать, это очень нехорошая ситуация, вот, значит, с салютом, простой, дальше, гастро наш, гастро, вот, перед каждой едой, с салютом перед каждой едой, там, 3-4 раза в день, он восстанавливает, как раз, эпителий, желудка, это очень важно для него, вообще, желудочно-кишечного тракта, гастро, вот, ему прямо надо, прямо его пшикать, там, 3-4 раза, 3-4 раза в день, реликтум, конечно, вот, ангел, ангел с селеном, тоже, прям, можно, не разводя с водой, прям, по полчайной ложки, все это до еды, ну, и печень с почками, потому что он там чувствуется, столько таблеток, выпил, не вообще, нет, говорит, не пьет таблетки, типа, очень плохо, что он ничего не пьет, поэтому, вообще, дырка, как еще не образовалась, у него, пускай присылают гастроскопию, пускай все присылают, потому что он ничего не пьет, а потом онкология выскочит, это его личные сложности, поэтому надо делать эти рентген, желудка, и когда он последний раз делал гастроскопию, ну, вот у нас, понимаете, народ вот так вот себя ведет, а потом, а потом опросы задают, хорошо еще у него не было язвы, которая рванула в кишечник, очень опасный больной, я бы ему ничего не дала, пускай сначала обследуется, исходит к гастроэнтерологу, люди просто не представляют, с чем они связываются, просто не представляют, это просто 21 век, с ума сойти вообще. Ну, вот пишет, пока онкомаркеры отрицательные, онкомаркеры могут при четвертой степени рака быть вообще отрицательными, вообще, понимаете, а у нас учили в институте, что язву, язву, брали биопсию, язву, и отправляли в 10 патанатом, анатомов, и каждый ставил разный диагноз, понимаете, ну, практически большинство ставили онкологию, поэтому, что там эти онкомаркеры он сдает, дурью мается, когда надо делать гастроскопию в нормальном месте и делает рентген желудка, смотреть, что у него там со слизистой и глубоко там показывает желудок, обязательно надо смотреть, вот, понимаете, а не вот этой ерундой страдать. Ну, его здоровье, это его про вопрос, мы можем порекомендовать, но... Да, рекомендацию мы сделали, теперь дальше. Да, идет к врачу, нормально обследуется, это очень опасно, это очень опасно. Вот, да, еще есть? Давайте еще пару вопросов, у нас прям очень мало осталось времени. Давайте. Еще вопросик, опять же, по поводу питания. Ну, очень многие люди перенесли ковид, кто-то давно, кто-то... Ну, конечно. В средней давности, кто-то недавно. Вот усиленное питание плюс козье молоко, мы опять возвращаемся к молочным продуктам. Нет, козье молоко, это козье молоко вообще. В любом возрасте, да, вплоть до столетия. Хорошее, хорошее. Оно, я объясню, чем оно отличается от коровьего молока. Во-первых, козье молоко, она, белок там, очень маленький, и он поэтому через стенку кишечника шикарно проходит. Я вам, вот буду на следующую, следующую среду, буду читать по-легким. 98% холестерина используется организмом для синтеза сурфактанта. Еще раз, 98% синтезируемого в организме холестерина, не то, что вы съели, то, что вы съели, это 3% всего от синтезируемого холестерина в организме. Печенью, печень синтезирует 97% холестерина. Чего это она так старается? Оказалось, что 98% идет на синтез сурфактанта в легких, чтобы у вас легкие не совпались. И все, кто переболел ковидом, должны пить наши легкие, должны пить там Тимус-2, это все понятно, реликту, но самое главное, есть типа хаша, то есть надо и бульоны варить, надо любые хорошие натуральные жиры, не надо килограммами все это, я сказала, есть, не надо, но обязательно, чтобы это присутствовало в вашей пище, обязательно. И если вы идете после ковида и у вас там холестерин обнаруживают, это вот как раз печень синтезирует холестерин для того, чтобы за все клетки восстановить все мембраны наших клеток, все наши гормоны, все, все мозговые оболочки, это все жир, это все липиды, и холестерин показывает, что организм борется, что он восстанавливает все вот эти энергетические погрешности, которые произошли во время этого тяжеленного заболевания, поэтому всем, как мы все ели хорошие жиры, так мы их едим. Очень полезно для здоровья, но в 30 грамм в день жира, 30 грамм в день, 30, не надо ложками все есть, а то сейчас потом там 20 килограмм прибавите, 1 грамм жира 9 килокалорий, 30 грамм, вот, перебарщивать тоже не нужно, яички ешьте хорошие, яйца вообще все, а холестерин они не повышают, они просто икорку, знаете, как тут один у меня знакомый говорит, если вегетарианца уговорить, и он поест красные рыбы с красной икрой и выпьет коньяка, у него даже зрение улучшается, понимаете, потому что надо накормить организм, тогда он и работать будет хорошо, вот так что, вот так вот, так что реабилитация это хороший, качественный жир, 30 грамм в день, вот, и у вас все нормально будет синтезироваться, вот, так что вот так вот, отлично, мне ставят, отлично, спасибо, спасибо, любовь, все, давайте, тогда будем прощаться, да, до следующей, да, до следующей, будем легкими разбираться, до свидания, до следующей,